Мишка Перепуганные малыши сразу побежали за помощью, но Льдина уплывала все дальше и дальше от дома. Когда от Льдина уже оставался малюсенький кусочек, Мишку спасли русские полярники. Жизнь на корабле была совершенно другой. И хотя все души в нем не чаяли, держать Мишку приходилось в строгости. Ведь с такой энергией он мог что-нибудь и разрушить. Мишка был очень рад, когда пришло время им высаживаться на берег. Там Мишке будет где разгуляться. Когда Мишка снова оказался на льду, вся накопленная энергия словно выплеснулась наружу. Ученые разглядели в белом медвежонке талант спортсмена и часто устраивали ему забег на скорость. Мишка раз за разом бил свои собственные рекорды. Когда Мишка перестал помещаться в палатки полярников, ему решили построить новый дом. Уже через месяц Мишка жил в собственном современном жилище. Он увлекался не только спортом. Мишка учился у полярников программированием, электромеханики, астрономии и делал собственные научные открытия. Кто, как не он, чудо-спортсмен, должен стать талисманом игр в Сочи? Подумали полярники и отправили свою заявку. Беги на базу! Будем себя подпускровнять! Кого мы сейчас ждем? Субтитры сделал собственные научные открытия. Кто, как не он, чудо-спортсмен, должен стать талисманом игр в Сочи? Подумали полярники и отправили свою заявку. Субтитры сделал DimaTorzok